Сложно ли учиться онлайн? Несомненно, обучение в режиме онлайн многим покажется значительно более удобным по сравнению с традиционной формой обучения. Для многих сегодня это единственно возможная форма обучения. Однако онлайн обучение, как и любая форма обучения, требует от студента определенных усилий, отдачи и погружения в процесс. То, насколько успешным будет обучение, зависит от разных факторов, от студента, от уровня и качества имеющихся знаний, от самой специальности. Но могу вас заверить, что обучение онлайн – это реальный шанс получить качественное образование. Итак, что необходимо для успешного обучения? Конечно же, нужен доступ в интернет, достаточно быстрый, чтобы можно было смотреть видео лекции в хорошем разрешении, и надежный, чтобы он не пропал посередине экзамена. Но понятно, что это далеко не все. Это, так сказать, техническая сторона вопроса. Кроме этого, нужна мотивация. Нужно иметь желание учиться. Нужна самодисциплина. Нужны определенные навыки. Возможно ли выработать себе эти навыки, необходимые для успешного онлайн обучения? Большинство исследователей сходятся во мнении, что это возможно. И я с ними соглашусь. Я хотел бы предложить вам стратегию из семи шагов, которая поможет вам в онлайн обучении. Итак, первое. Имейте реалистичные ожидания. Онлайн обучение привлекает сегодня очень многих своим удобством и гибкостью. Вы можете получить образование без отрыва от привычного образа жизни. И может создаться впечатление, что образование будет получено само собой. И совсем ничего не надо будет менять в своем повседневном графике. Поэтому многие, осознав, что онлайн обучение также требует определенного напряжения и посвящения, перестают учиться дальше. Для получения высшего образования при традиционном подходе к обучению, когда нужно ежедневно посещать занятия, уходит несколько лет. При этом приходится многим жертвовать для получения диплома. Несомненно, онлайн обучение позволяет во многом сделать процесс получения образования более гибким, удобным и эффективным, но необходимо понимать, что это тоже долгий процесс, который также потребует много усилий и жертв. Вам точно так же нужно будет изучать учебный материал, общаться с другими студентами, сдавать работы. Поэтому, во-первых, пусть ваши ожидания будут реалистичны. Второе. Возьмите на себя ответственность за свое обучение. Студент, который обучается онлайн, обладает большей свободой, чем студент, который обучается традиционно. Он, к примеру, не должен каждое утро просыпаться и идти на лекции. Но свобода, как это всегда бывает, требует большей ответственности. Вы сами должны будете научиться концентрировать свое внимание, сопротивляться искушениям. Вам необходимо будет выработать самодисциплину, овладеть новыми технологиями, научиться самостоятельно ставить себе цели и их достигать. Требуется именно внутренняя мотивация. Многие из нас привыкли к внешней мотивации. В детстве, учащих в школе, мы боялись, что наших родителей вызовут к директору, что нас исключат из школы или накажут. Все это внешняя мотивация. Внутренняя же мотивация основывается на осознании самим студентам нужности обучения. И именно такая мотивация играет ключевую роль для успеха в онлайн-обучении. Другими словами, от студента, обучающегося онлайн, требуется, чтобы он взял на себя ответственность за свое обучение. Третье. Внимательно изучите описание курса. Прежде чем приступить к изучению учебного материала, внимательно изучите описание курса, его еще называют силобус. Это учебный план курса. По сути, это дорожная карта, которая поможет вам пройти курс. Хорошенько вникните в цели курса. Вы должны понять, что же ожидается на выходе. Что нового вы изучите и какие новые навыки приобретете. Какие цели ставит преподаватель. Посмотрите, каков объем курса. Сколько в нем недели. Какие темы раскрываются на каждой неделе. Какие вам предлагаются задания. Внимательно изучите расписание курса. Узнайте, на какой неделе надо будет сдать работы. Представьте, насколько объемны эти задания. Сколько примерно вам потребуется времени, чтобы их выполнить. Потому что вам придется на все это найти время. И было бы неплохо настроиться на это заранее. Четвертое. Планируйте свой еженедельный график. Обычно онлайн курсы следуют недельному графику. В расписании курса вы сможете прочитать, какие задания и какой объем материала вас ждет на предстоящей неделе. Запланируйте время, необходимое для этого. Если от вас ожидается, чтобы вы проводили 5 часов в неделю за учебой, чтобы выполнить все, что требуется, запланируйте эти 5 часов в своем же дневнике. Если вам кажется, что задания сложные, запланируйте больше времени. Ученые проводили опрос среди студентов, которые учатся онлайн. И 79% студентов указали на то, что составление еженедельного графика исследования ему оказалось для них важнейшим фактором, благодаря которому они успешно закончили обучение. Пятое. Занимайтесь регулярно. По возможности не делайте больших промежутков между занятиями. Заходите в виртуальный класс как минимум 3 раза в неделю. Не пытайтесь все сделать за раз. Опять же, проводились исследования, которые показали, что более высокие оценки у тех студентов, которые регулярно появлялись в виртуальном классе. Каждый день на форуме могут появляться новые сообщения от студентов или преподавателей. Эти сообщения помогут вам по-новому взглянуть на обсуждаемую тему. Более того, вы почувствуете себя частью образовательного сообщества, что поможет вам глубже окунуться в процесс обучения. Шестое. Задавайте вопросы. Не стесняйтесь. В виртуальном классе на любой платформе сделать это очень просто. Есть специальный форум, на котором вы можете задать вопросы ведущему курсу. Вы можете послать сообщения. Вы, в конце концов, можете послать письмо по электронной почте. Люди работают для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. И они будут рады вам помочь. Они хотят, чтобы студенты достигали успеха в обучении. Поэтому, если что-то непонятно, спрашивайте. Не позволяйте какой-то трудности остановить вас на пути к завершению учебного курса. Ведь практически эту трудность легко устранить, если вы зададите вопрос. Если вам что-то непонятно, будь то технический вопрос, как загрузить работу, или же непонятно что-то в лекции, спрашивайте. Задавая вопросы, вы делаете обучение более интерактивным и тем самым более полезным для самого себя. И, наконец, седьмое. Налаживайте связи с другими студентами. Если в курсе есть форум знакомства, прочитайте, кто еще проходит курс вместе с вами. Узнайте, откуда они, сколько времени они следуют за Господом, какое служение они несут в церкви. Поприветствуйте их. Ответьте на их сообщения в учебном форуме, где обсуждаются темы курса. Тем самым вы будете чувствовать плечо друг друга. Вы будете осознавать, что вы не в одиночку проходите этот нелегкий путь в обучении онлайн. Эта стратегия из семи шагов, конечно же, не исчерпывающая. Обучаясь онлайн, вы выработаете свою стратегию, которая лучше всего подходит именно для вас. Но все-таки шаги эти очень важны. Они помогут вам выработать те навыки, которые будут содействовать вам в обучении, позволят вам максимально использовать данные Богом возможности, с тем, чтобы вы могли быть более эффективными в служении ему там, где вы находитесь. Итак, мы с вами дали определение онлайн-обучению, разобрали преимущества такого обучения. И теперь на этой лекции мы рассмотрели стратегию успешного онлайн-обучения. Я надеюсь, что у вас уже появляется интерес к онлайн-обучению и вера в то, что это реальный путь, позволяющий получить качественное образование тем, для кого по-другому оно невозможно. Сейчас все больше и больше христианских учебных заведений предлагают онлайн-обучение. Спрашивайте, ищите, регистрируйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!